Меня часто спрашивают, запили обзор на KeyCollector. Да, так и есть, мы решили сделать обзор на KeyCollector. Я и моя коллега Алена, конечно же, его сделали. Меня зовут Николай Шмычков, и в этом обзоре я коротко расскажу, что такое KeyCollector. Итак, поехали! KeyCollector придумали русские разработчики. Это программа, которая предназначена для того, чтобы искать непосредственно ключевые слова, и ее функция заключается не в просто сборе ключевых слов, но непосредственно в том, что она позволяет ее структурировать. Программа выглядит достаточно старомодно, дизайн у нее достаточно старомодный, но это не мешает ей быть незаменимой действительно в руках SEO-специалиста по обработке семантики. И действительно, она очень хороша, и она нам очень нравится. И мы действительно пользуемся KeyCollector постоянно, и этот обзор они нам не платили, мы его пишем, потому что хотим рассказать вам про самом мощном инструменте в Рунете для сбора ключевых слов. Он также изгодится и для англоязычного сбора ключевых слов и анализа, потому что он может делать много чего интересного, и даже с английскими ключевыми словами и с сайтами. Итак, коротко чуть-чуть о дизайне. Как программа продается? Программа продается пакетно, привязываясь к конкретному компьютеру, к конкретной операционной системе. Если вы Windows переустановили, то, конечно же, придется писать техподдержку в Support с просьбой заменить лицензию старую на новую. Лицензия привязывается к конкретной учетной записи, и файл лицензии присылается на почту этой учетной записи. Поэтому смена лицензии KeyCollector это довольно-таки простая процедура, которая делается непосредственно на специальной техподдержке. Особенность лицензирования нужно знать, историю изменения версии точно так же нужно знать. Скачивается он непосредственно по ссылке, он является не 64-битной версией приложения, вы это тоже должны понимать. Вот четко расписано один компьютер и одна лицензия. Замена лицензии делается не более двух раз в месяц, это тоже понятно, логично. То есть вы можете менять лицензию непосредственно через специальный интерфейс. Когда вы скачаете, вам напишут, что вашей лицензии нет, возможно, она пропала, и вам нужно связаться с их поддержкой, вам на почту вышел тот самый заветный файлик, который нужно будет положить в папочку KeyCollector. И, собственно, это то, что нужно для настройки. Детальная инструкция пользователя написана на их сайте, но некоторые вещи вы действительно можете столкнуться, что не можете не знать. И, конечно же, интерфейс программы состоит из действительно нескольких полей. Есть так называемое поле непосредственно сбора данных, где происходит сбор всех метрик в частности. Вы можете здесь добавлять слова, соответственно, работать с возможными полями. Это поле отвечает для сбора релевантных страниц. Сюда вбиваете ваш сайт, таким образом подтянете релевантные страницы, собранные семантики, которые вы импортировали. Как добавить сюда семантику? При добавлении семантики из внешних источников вы можете импортировать SCV-файл, который, допустим, скачали из интернета. И, конечно же, можно распознать, допустим, SCV-файл, допустим, из какого-нибудь серпстата. И давайте посмотрим, допустим, 3DD.ru поймет ли он или нет. Нет, иногда он файлы не понимает, потому что разделитель запятые он воспринимает плохо. Поэтому импортировать файлы из CSV нужно предварительно обработать. Тоже очень важно обращать на это внимание. Если вы видите такую колонку, значит импорт не работает. Для этого файл нужно открыть в Excel, пересохранить его, и тогда он открывается без каких-либо проблем. В частности, вот мы сейчас возьмем любой запрос. Допустим, выберем страничку, допустим, например, вот мы сейчас возьмем проект CO.UA, Organic Keyword. Взятый, не помню даже откуда, но сейчас мы его покажем, как делается импорт. Мы сейчас его в файл, сохранить как, в Download, и мы вот его назовем тест, и назовем разделитель запятые. Это очень важно, когда вы сохраняете для импорта через этот сервис. Таким образом, вы можете импортировать эту семантику. Сейчас вот так создали новую группу, и таким образом импортируете из CSV семантику, которая у вас была собрана, допустим, в Excel. Да, очень важно предварительно файл закрывать. Вот, конечно же, он ругается на эту тему. То есть, это да, то есть, если файл уже открыт, он не будет работать. Вот, и так мы сейчас отменим и повторим еще раз. Вы можете просто сталкиваться с похожими ошибками, поэтому я вам напоминаю. И вот, как вы видите, вот он распознает. Keyword, он нашел, что это колонка фраза. Position, он понимает, что это позиция, потому что я его так настроил. URL, здесь надо не комментарий, надо написать релевантная страница Google. Вот, мы ему сразу скажем, что это он понимал, что это релевантная страница. Частота, traffic description, last update, serve features. Вот это вот, serve features, это вот мы и заполним поле комментарий. Так, 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 где наш комментарий? Мы его сейчас добавим. Комментарий, вот, пожалуйста. Импортировали, вот 241 слово добавилось. Теперь есть волшебная кнопочка называется, которая позволяет скрыть пустые строки. Она называется магическая кисть. И вот мы можем видеть ту семантику, которую мы добавили для конкретной страницы, на какой она позиции, просто из Ahrefs в Key Collector. И вот мы видим страницы, релевантные, разбитые по блокам. И непосредственно уже с ними можно работать. И это классно, потому что по факту семантическое ядро уже практически готово. Просто собрали семантику с конкурентов и рассортировали их по страницам. В этом плане интерфейс Key Collector позволяет делать много же полезных вещей. Но как собирать семантику, и как с ней работать, как снимать метрики, об этом расскажет сейчас моя коллега. Всем привет! Меня зовут Алена Полюхович. И я покажу вам в этом ролике, как собирать ключевые слова для контекстной рекламы при помощи Key Collector или же Wordstat. И начнем мы с вами обзор с Wordstat. Естественно, вам нужно будет залогиниться первым делом. Далее вы вставляете фразу, по которой вы хотите искать ключи. И все, что вам нужно сделать, это выбрать там регион, по которому вам нужно эти ключи найти. Допустим, это вся Россия, к примеру. Ну, или же вы можете разворачивать здесь и выбирать конкретный регион, там Москва и область, или конкретно только Москва, или же Балашиха, к пример. После этого вы вставляете ключ, выбрать и нажимаете слово подобрать. Вы можете просто прописать там корм для котовой и кошек, и соберется все подряд. Но я расскажу вам парочку лайфхаков. Во-первых, вы видите, что я здесь использовала перед словом корм восклицательный знак. Что это значит? Это значит, что этот ключ, это слово корм, оно должно быть у меня всегда только в таком типе соответствия, только так и никак иначе. То есть ни корма, ни корму, без всевозможных склонений. Именно конкретно корм. Плюсик для, я показываю, что для это обязательная частичка, которая должна быть, присутствовать в запросе. Далее в скобках я взяла слово котов через разделение кошек. Это значит, что ключ корм для будет пересекаться либо же корм для котов, либо же корм для кошек. И нажимая на кнопку подобрать, мы видим, что вот у нас здесь абсолютно все ключи, которые смогла найти система. Здесь корм для кошек, купить корм для кошек, сухой корм для кошек. И вот здесь с правой стороны мы видим количество показов в месяц. Здесь внизу, если вы думаете, что вот это единственный блок, то нет. Помимо этого, вы можете нажать далее, и вам покажутся еще новые ключи, которые вы можете, конечно, скопировать. Вот здесь с правой стороны будут запросы, которые похожи на этот запрос. Вы можете там добавить, например, этот ключ, который добавится в левую колонку, или же наоборот удалить, или же добавить все слова, или удалить все слова. Ну и, как мы видим, здесь мы можем посмотреть по десктопу, что ищут статистику, по мобильному трафику, что ищут, только телефоны, например, либо же только планшеты. Далее мы с вами переходим к планировщику ключевых слов. Находится он в инструментах и настройках. Заходим в планировщик ключевых слов, и у нас здесь есть два варианта на выбор. Во-первых, найти новые ключевые слова, либо же посмотреть количество запросов и прогнозов. Выбираем, конечно, найти новые ключевые слова. Далее у нас снова есть выбор. Мы либо выбираем ключевые слова, либо просто указываем сайт. Например, я хочу просто указать сайт, вставляю страничку, и здесь у меня есть выбор. Я либо же использую весить, либо же использую конкретную страницу. Выбираю здесь язык, который мне нужен, и геоположение, по которому мне нужно найти ключевые слова. И после этого я нажимаю на кнопку показать результаты. После этого мы видим все ключевые слова по релевантности. Здесь мы видим среднее число запросов в месяц, уровень конкуренции, ставка для показа вверху страницы минимальна. И также можем еще посмотреть статус аккаунта, то есть есть ли у нас уже эти ключевые слова, используются они в нашем аккаунте, или же еще нет. И, конечно, конкуренцию индекса. И вот здесь все слова, которые смог найти нам планировщик. Если же у меня нет сайта, ну, точнее, я еще не знаю, что на этом сайте мне нужно, в таком случае мы выбираем найти ключевые слова, но здесь прописываем, там, например, SEO продвижение, продвижение сайта, к примеру, да. Можем также дополнительно указать домен, можем не указывать. И точно так же нажимаем на показать результаты. Вот здесь нам сразу же будет предлагаться расширение поиска, то есть оно предлагает добавить все услуги, например, нажимаем показать результаты, или там поисковая оптимизация, включаем показать результаты. Ну и принцип точно такой же, вот оно будет показывать вам здесь уже указанные вами ключевые слова, а внизу варианты ключевых слов, которые были найдены. И вот здесь можно сделать сгруппированные варианты, которые будут разбиты уже по группам, то есть новый сайт, например, оно предлагает нам все слова с ним связанные, поисковые запросы тоже, вот пять слов она сгруппировала. То есть если вам лень будет потом группировать, то вы можете это сделать автоматически в планировщике ключевых фраз. И чтобы не потерять эти слова, вы нажимаете на кнопочку скачать варианты ключевых слов. Ну а теперь мы с вами начнем обзорки коллектора. Итак, что нам потребуется? Для начала, конечно, нам нужно задать ключевые фразы, по которым мы будем искать, собственно, поисковые подсказки. Выбираем нашу группу по умолчанию. Если я не хочу вручную генерировать группы, там создавать группу 1, 2, 3, я могу уже изначально прописать, как это будет выглядеть. Я нажимаю на плюс добавить фразы. И далее прописываю нужные мне группы. Допустим, мне нужно две группы, которая одна будет называться корма для кошек, вторая корма для собак. Это должны быть абсолютно две разные группы. Я прописываю изначально название группы корма для кошек, ставлю двоеточие, и далее я вставляю нужный мне ключ. Ну то есть либо я его буду использовать с вот этими операторами, о которых я вам только что показывала и говорила в WordState, либо же я просто буду писать корма для кошек. Здесь уже как вам нравится. И то же самое делаю с другой группой, которую называю корма для собак. И нажимаю добавить в таблицу. Таким образом мы видим, что у меня уже появилось две отдельные группы. Отдельно корма для кошек, отдельно корма для собак. И внутри каждой из этих групп находится нужный мне ключ. После этого я хочу, естественно, собрать поисковые подсказки. Что мне нужно сделать? Я выбираю с помощью шифта все группы, которым я хочу найти поисковые подсказки. Далее я выбираю вот эту вот красную диаграмму, которая называется пакетный сбор слов из левой колонки Яндекс.Вордстат. И я выбираю распределить по группам. Далее я выбираю группы, которые мне нужны. Например, мне возможно нужны сейчас собрать только корма для собак, не нужны мне корма для кошек. Соответственно, выбираю только корма для собак. Либо же через помощь того же шифта зажатого выбираю нужные мне группы. И далее выбираю вот эту галочку, где пишется добавить выделенные группы в качестве допустимых разделов и наполнить их содержимым. Вот эти группки у меня. И все, что я нажимаю, это начать сбор. Ну и, конечно же, если вы уже знаете конкретные свои минус-слова, допустим, вы можете добавить их в список стоп-слов. Вот здесь выбираете стоп-слова. Список 1. И добавляете фраз, например, там, бесплатно. Мне не нужно. Зачем? Почему? Как? И таким образом добавляете эти фразы и сформируете свой список стоп-слов. После этого вы выбираете пакетный сбор. И вот здесь вы можете выбрать группу стоп-слов сразу же, например, которую я добавила. Это список у меня минус 1. И выбираете режим. Просто это слово в любых его формулировках и склонениях, либо же в конкретной слово-форме, как вы хотите. И нажимаете начать сбор. Все, система начала запуск и начинает подбирать вам поисковые подсказки пользователей. После того, как система закончит собирать подсказки, во-первых, вот этот вот ярлычок, он станет снова ярко-красным, а не серым. и вы можете увидеть все слова, которые были собраны, они будут помечены вот этим вот ярлычком, логотипом красненьким. Ваши слова, которые вы добавляли, они будут зелененькими. После этого вы можете, естественно, отминусовать какие-то минус-слова с помощью стоп-слов. Если вы, например, изначально не использовали вот этот вот пункт, чтобы оно сразу отминусовывало, отмечаете фразы в таблице, и после того, как если оно найдет какие-то слова, они будут помечены. Ну, допустим, я там рейтинг еще добавлю слово. Так, рейтинг, и вот я отмечаю фразы в таблице. Вот видите, галочками сразу помечены слова, которые имеют в себе, в своем составе минус-слова, которые нам не нужны. И мы можем их либо же удалить, например, либо же перенести, к примеру, в корзину, если мы не решили, что там с ними делать дальше. И нажимаем ОК. После этого нам, естественно, нужно будет снять статистику с этих ключей. Статистика, которая собирается изначально, когда она тянет поисковые подсказки, не совсем точно, не совсем верно. И для того, чтобы собралась нужная нам статистика, мы удаляем. Переходим в данные и выбираем очистка данных. Здесь можно удалить вообще кучу всего, что нам нужно. Например, мне нужно конкретно удалить только Яндекс Директ статистику, поэтому я нахожу данное поле, выбираю его, и оно его мне прекрасным способом удаляет. Очистить данные в колонке еще также можно сделать с помощью правой кнопки мыши. И после этого я возвращаюсь на сбор данных и нажимаю на кнопочку, вот эту фиолетовую с буковкой D, сбор статистики Яндекс Директ, или же на сбор статистики Google AdWords. Все зависит от того, по чему вам нужно собрать статистику. После этого здесь я выбираю объем трафика, который меня интересует. Регион у меня должен быть прописан, кстати, изначально вот здесь. Для этого группы не должны быть выделены между собой. Я выбираю регион, например, я собираю по России. Нажимаю сохранить. И после этого я выбираю нужные мне группы. Точно так же, если мне нужно их объединять, выбираю шифтом. И выбираю вот эту функцию, включить режим просмотра мультигрупп для выделенных групп. И после этого выбираю, например, статистику Яндекс Директ. И дальше выбираю период сбора. 30 дней, или, например, меня интересует конкретно февраль, или конкретно за год я хочу посмотреть. И нажимаю получить данные. Все, Яндекс Директ начал собирать статистику. После того, как он закончит, снова же вот этот логотип станет гореть ярким цветом, а у вас в нужных колонках появится нужная вам. Также, если вам нужно собрать поисковые подсказки, точнее, или частоты, давайте начнем с частот, частоты по Google AdWords, например, вас интересует Украина, к примеру, ну, либо же какие-то другие страны. Тогда вместо вот этого значка рядом Яндекс Директ статистика, мы выбираем сбор статистики Google Аналитика. И здесь мы указываем нужное нам местоположение, допустим, Украина, и нажимаем получить данные. И, соответственно, тоже начнется сбор. И если Яндекс Директ у нас в первых колонках, то Google AdWords у нас будет в других колонках. Так что обращайте на это внимание, что ползунок вот так прокручивается, и нужная статистика, она находится, ну, не сразу прям, нужно прокрутить ползунок. Конечно, вот с такой тематикой, как корм для собаки или животных, проблем возникнуть не должно, ключей соберется предостаточно. Ну, что делать, если у вас, например, ну, такая тема, которую не сильно ищут, много низкочастотников каких-то, и вам нужно больше ключей, да, вам, Wordstat предложил их мало, и вам нужно как-то их расширить. В таком случае можно использовать сбор статистики руки. Вот он выглядит в форме ладошки. Он позволит собрать статистику сервиса Wordstat и выполнять поиск рекомендованных фраз, автоматически подбирать семантическое ядро по URL сайту или же находить лучшую словоформу для имеющихся в таблице фраз. Здесь вы выбираете, что вам нужно сделать. Ну, скорее всего, вам понадобится сбор, расширение ключевых фраз. Вы выбираете, естественно, регион, который вам нужен, допустим, России, и выбираете, результат вам нужен для топ-1, топ-3, топ-5 или же топ-10. И поисковую систему, по которой вы собираетесь искать. Яндекс это или Google. Далее выбираете нужную вам группу. Опять же, переносите ее сюда или же переносите все группы. Вот эта вот двойная галочка, она просто автоматически сразу все группы вам перенесет. Либо же вам, допустим, нужна конкретно только одна группа. И нажимаете также начать сбор. Далее, если вам нужно собрать поисковые подсказки по Google, то вы выбираете вот этот значок пакетный сбор слов из Google AdWords. Точно так же выбираете местоположение, язык, выбираете нужные вам группы и нажимаете начать сбор. И, соответственно, будут уже тянуться вам ключи по Google AdWords. И то же самое еще можно сделать, если у вас совсем не хватает слов, вам нужно, то вот можно выбрать пакетный сбор поисковых подсказок. Он соберет все подсказки, которые используются в самых популярных системах. То есть вы здесь можете выбрать YouTube, например, или же вы вообще в целом изначально собираете ключи, теги для YouTube. Так что можно использовать вот этот пункт. И, кстати, вот по поводу урок еще хотела сделать замечание, что если у вас тема очень популярна, есть такой вариант, что оно может собрать очень много мусора. Поэтому обязательно будьте внимательны и смотрите все ключи, которые собрал данный инструмент. Далее, что полезного может вам пригодиться в Key Collector это вкладочка данные. И вот здесь вы можете сделать анализ неявных дублей. То есть корм-корма это может быть дубли. Вы выбираете все фразы. Далее с помощью шифта также дополнительно выбираете все фразы, нажимаете на кнопку анализ неявных дублей. Ну, допустим, например, сухое молоко и молоко сухое это явные дубли. После этого вы выбираете кнопочку умная отметка и она оставляет только те фразы, которые уже в другом порядке между собой есть. И если вам они не нужны, вы просто нажимаете удалить отмеченные и все дубли будут сразу же удалены. Очень, кстати, облегчает тоже потом работу с дальнейшей кластеризации слов. И если вы не хотите вручную делить все ключи на группу, потому что, например, для контекста в одной группе использовать 200 слов, но это слишком много и абсолютно неправильно. Соответственно, все эти 200 слов вам нужно распределить между собой по релевантным группам. И что для этого сделать? Конечно, вы можете использовать наш кластеризатор ключевых слов. Ссылка на него будет в описании. Ну, а если вы хотите использовать это в кей коллекторе, то тогда вам нужно выбрать все ключи. Точно так же с помощью шифта дополнительно выбрать еще все ключи помимо галочек и выбирайте анализ групп. После этого все, что вам нужно сделать, это выбрать силу по составу, то есть сколько одинаковых повторяющихся между собой фраз, да, должно быть в одной группе. Допустим, три слова или четыре слова. Выбирайте по составу фраз. Лучше всего выбирать улучшенную версию и нажимаете вычислить группировку. Вот мы видим сразу, что вот сколько групп она предлагает, где будет четыре ключевых слова одинаковых, то есть корм для кошек, премиум, премиум корма для кошек, корма для кошек премиум, видите, все эти слова между собой повторяются. Если вы заметили, что допустим премиум корма для кошек список мне не нужно, можно просто снять галочку, после этого вы выбираете нужные вам группы, либо же они все, либо же какие-то конкретные, например, нажимаете правую кнопку мыши и выбираете создать в группе источники одноименные с выделенными группами группы и скопировать входящие в них отмеченные фразы, либо же, например, перенести в них отмеченные фразы. И после этого вам дополнительно сразу появятся в окошке кей-коллектора эти группы уже поделенные и даже названные так, как нужно. То есть, вот мы видим здесь оно мне уже поделило на эти группы. Ну и вот еще давайте рассмотрим этот инструмент управления группами с правой стороны. Что вы можете сделать? Во-первых, нажимая правую кнопку мыши, вы можете покрасить группу, переименовать естественно группу, если вы так хотите. можно с помощью этой функции, а можно просто двойным кликом левой кнопки мыши переименовать. Также вы можете выбрать цвет этой группы. Например, если я знаю, что эта группа у меня не рассортирована, и мне нужно будет обратить на нее внимание, я выберу ее покрасить в красный цвет. А вот эта группа меня вполне устраивает, она рассортирована, все окей, и я крашу ее в зеленый цвет. Вы, конечно, можете использовать как вам удобно, для чего инструмент. После этого вы можете скрыть группу, или же скрыть сразу несколько групп. Например, я выделяю вот так с помощью шифта две группы, нажимаю правую кнопку мыши, и, например, могу скрыть все группы на этом уровне, кроме этой, либо же выделенной. То же самое, я могу удалить группу, удалить выделенные группы, или удалить все группы на этом уровне, кроме выбранной конкретно одной группы. создать новую группу внутри, и вот видите, для кошек премиум корма внутри появится также новая дополнительная группа, ну и, конечно, здесь можно все свернуть просто и развернуть. С помощью плюсика мы добавляем новую группу в конце списка, как мы видим, с помощью этого плюсика мы добавляем новую группу в начале списка, как вы можете видеть, также можно отсортировать группу по алфавиту, они сразу начинают быть отсортированными, либо же отсортировать группу по цвету маркировки, сначала у меня идут покрашенные, потом не покрашенные, отсортировать их группу по количеству фраз, то есть вот на первом месте у меня там самая обширная группа, состоящая 232 фраз, дальше идет 4 фразы, 3 фразы и так далее, либо же вы можете полностью сбросить сортировку, такие мелкие, скажем так, но очень нужные и вещи, которые вам помогут. А теперь перейдем к лайфхакам, про которые мало кто знает. Во-первых, вы можете подключать всевозможные API, платные API подключаются непосредственно в настройках, вот так они и называются платные API. В платных API вы можете добавить себе все что угодно, включая антикапчу, включая серпстат, включая банально охревс и тому подобное. и действительно это позволяет работать вам полноценно с платных API. Какие можно подключить? Во-первых, можно подключить серпстат, во-вторых, можно подключить конечно же семраш, можно подключить давным-давно забытый продвигатор, если не ошибаюсь, можно собирать фразы через руки, собирать информацию из данных рустата, можно подключить сервис мутаген и конечно же можно подключать так называемый тоже Яндекс. Вордстат, забавно, что он здесь тоже, а, мегаиндекс, sorry, пропустил, еще можно собирать данные из мегаиндекса. Что еще можно собирать? Конечно же, можно собирать, допустим, для определенных ключевых слов, можно собирать метрики, так называемые по гуглу. Например, мы сейчас возьмем маленькую группу слов, перенесем сейчас в отдельную страницу и перенесем сейчас в маленькую нашу новую группу, назовем ее так 11. И вот для этой группы мы снимем новые метрики. В первую очередь мы скопируем наш сайт, то есть, вот перейдем на наш сайт, который у нас здесь для анализа использовался и добавим его сюда. Здесь мы можем снять релевантные страницы. Вот мы сейчас в гугле снимем релевантные страницы сразу. Так, ага, для несобранных все, sorry, у нас здесь очищаем эти данные и давайте вот снимем релевантные страницы для вот этих запросов. И сейчас он ругается опять, собственно. А, ну да, он считает, что эти поля заполнены и таким образом, sorry, и он начинает их собирать. Сейчас мы должны в данный момент, я случайно, как остановить процесс, который вы случайно запустили, например, позиции по Яндексу. Вот, мы так выжимаем стоп и останавливаем целую, допустим, задачу. Таким образом, задача снимается. Сейчас запущен сбор позиций по Гуглу и он будет анализировать по Гуглу сейчас все эти запросы. Вот, можно увидеть здесь статистика, как идет работа для этой группы и, конечно же, данные будут заполнены. Вот он заполняет позиции, страницу позиций для вот этого сайта. Как мы видим, пока ничего не найдено, хоть мы там их нашли, но Гугл эти страницы не видит. И второй функцией, которой пользуются SEOшники, это вычисление KEI. Соберем данные по поисковой системе Google для сбора KEI. Какие показатели снимаются? Снимается вхождение ключевых слов в заголовки страниц и, конечно же, вхождение в ключевых слов в заголовки для главных страниц. Это позволит нам посчитать конкуренцию. Вот, собственно, какие поля заполняются. Он считает, сколько документов в поисковой системе существует, он говорит, сколько существует главных страниц и сколько существует вхождений в заголовок данного ключевого слова непосредственно в поиске. Это очень важно, потому что, когда Вы выбираете ключевое слово, Вы должны понимать, сколько уже главных сайтов по этому ключевому слову существует. Во-вторых, в скольких заголовках это ключевое слово уже встречается в Тайтле, в Топ-10. Это тоже очень важно, потому что на самом деле Вы-то можете выбрать ключевое слово, которое является высококонкурентным. То есть на самом деле показатель десятка говорит о максимальной конкуренции по этому ключевому слову, а шестерка говорит о маленькой конкуренции по этому ключевому слову, то есть, например, суши Харьков заказать, как оказалось, да, вот действительно вот такое слово используется редко, но из них как минимум пять страниц являются главными, то есть это какие-то суши, которые работают по Харькову, то есть и действительно вот документов в поисковой системе, это сколько существует документов по этому запросу в поиске, как видите, геозапрос имеет менее активную привязку, в то время как купить тестомес имеет огромное количество документов, сравнимое с количеством шестеренка для мясорубки, то есть на самом-то деле можно увидеть большое количество информации, которую собирают для кей, вы также можете смотреть здесь непосредственно дополнительные статистики, вы можете смотреть сразу, какие запросы, какие страницы выводятся в топе, их тайтлы и дескрипшены, кей коллектор это все вытягивает, это просто все доступно, вы можете это попросту все посмотреть, стянув выдачу по конкретным ключевым словам, потом готовый результат скачать в Excel и изучать, обрабатывать, то есть сказать, что это неудобно, это очень удобно, более того, вы можете выбирать конкретные гео, например, для Яндекса можно выбирать конкретные гео, для Гугла можно выбирать конкретные гео, то есть можно выбрать доменную зону, выбрать даже регион, можно указать конкретно get-запрос, эшел, например, равно.ру, например, формат запроса, ну и конечно же, очень важно там выбирать регионы. Дополнительные параметры, здесь можно выбирать сразу Украину, например, язык на любом языке, можно конкретно на русском сразу ставить запросы и допустим, сохранить изменения для сбора метрик, это очень полезно. Таким образом формируются запросы под соответствующую, в строке запросов формируются соответствующие операторы, которые позволяют сделать более четкий сбор семантики для вот этих пунктов. Ну и конечно же, очень важно знать, как рассчитывать кей. Кей рассчитывается непосредственно через специальные формулы, формулы можно найти в интернете, формулы кей даже прописаны на справке кей коллектора и кей позволяет реально посчитать всевозможные формулы для разных страниц, то есть, например, по имеющимся данным мы сейчас рассчитаем кей и посмотрим, что у нас получилось. В данный момент кей рассчитан на четвертый, это кей для заголовков, но не рассчитан кей для этих так называемых соотношения трафика к документам. Кей для трафика к документам нужно на самом деле перепилить, потому что он здесь чуть-чуть сломался. Мы сейчас возьмем и в данный момент перепилим первую формулу. Первая формула должна являться квадрат частоты, деленная на количество документов, поэтому мы ищем базовую частоту, частота региона Google AdWords, вот эту формулу, вставляем ее сюда. Мы сейчас ставим скобочку, ставим, умножение делаем, еще добавляем, закрывающую скобку, деление и конечно же ставим количество документов. Поле называется у нас количество документов в поисковой системе, вот мы его ищем. Документы в поисковой системе Google, и мы его добавляем. Сохраняем изменения и пересчитываем кей по имеющимся данным и смотрим какой кей добавился. Вот мы видим наш кей, и здесь мы видим, какие ключевые слова интересны для раскрутки. Те, которые имеют наибольший кей, они наиболее интересны, у них минимальная конкуренция и с ними можно работать. Условно по этим формулам четверка считается, от нуля до четверки считается, точнее от одного до четверки считается средний кей. Все, что больше считается низкий кей, все, что меньше двойки считается очень высокий высококонкурентный кей. Как мы видим, здесь явно видно, что у вас шестеренка для мясорубки, тестомес и мебель, бауки уже являются высокочастотными запросами из этого выбранного нами случайно списка слов. И это очень удобно. Другие метрики, анализ геозависимости по поисковой системе Яндекс, корректности слова форума по поисковой системе Яндекс говорит сама за себя. Вы можете просто проверить, как это работает для Яндекса и снять соответствующие метрики. Но мы этим пользуемся действительно редко. Что еще очень полезно? Можно искать таким образом, снять позиции сайта и поискать релевантные страницы. Релевантные страницы искать тоже нужно и позиции снимать по сайту тоже нужно. Вы конечно можете заметить, что страницы какие-то найдены не были, но почему бы и действительно не попытаться поискать их. То есть релевантные страницы нужно искать отдельно и отдельно искать сбора позиций. То есть если вы не найдете конкретные позиции, то конечно всегда можно найти релевантную страницу, которая соответствует максимально конкретному запросу от этого сайта. И как мы видим даже тестомес имеет общую тематику у этого сайта. Самое забавное, что он имеет релевантную страницу разовая работа Днепр соответствует главной странице. Это довольно забавно. То есть и мы таким образом сняли релевантную страницу для всех. То есть вы можете собрать семантику, взять страницы и проверить запросы соответствуют ли они релевантным страницам и таким образом наладить, расширить семантику за счет того, что распределите новые запросы по новым страницам и доработайте на них контент. Как еще можно использовать Key Collector? Да по-разному. Можно выкачивать семантики, которые потом структурировать в Excel. Можно, например, полноценно работать по кластеризации, анализировать группы. Можно, например, само собой там заняться очисткой дублей, собственно, поискать дубли и удалить их. То есть вот, например, вот единственный тестомес у нас оказался, мы его и удалили. Вот, и таким образом можно делать действительно много работы с Key Collector и функционал его это инструментарий, который позволяет делать множество вещей, как собирать слова, так обрабатывать, так снимать по ним по метрике, анализировать и действительно работать по контенту. Как вы его используете? Напишите в комментарии, пользуетесь ли вы Key Collector или нет. Если не пользуетесь, напишите почему, какую альтернативу вы нашли. Хочется получить фидбэк от вас по Key Collector, поэтому не забывайте писать нам, задавайте вопросы в комментариях, я с удовольствием на все их отвечу. Приходите по четвергам к нам, если вас заинтересует живой обзор Key Collector, напишите как можно больше комментариев. Мы возьмем ваш сайт и вживую соберем для него семантику при помощи Key Collector и сделаем анализ. Принимаются только небольшие сайты с небольшой семантикой, поэтому если хотите, найдите ближайший вебинар, который у нас будет проводиться, накидайте заявок и я выберу случайные три сайта и разберу на прямых эфирах и выберу эти сайты и сделаю обзоры Key Collector. Если вы вдруг опоздаете на эти эфиры, вы всегда можете приходить к нам на вебинары с просьбой, чтобы мы подобрали семантику для вас. Поэтому не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши уведомления. контент у нас выходит регулярно и до новых встреч.